Не так давно в интернете, в живом журнале появилось сообщение мужчины, который потерял жену, она умерла в результате инсульта. А произошло все довольно-таки непонятно и незаметно. Они отдыхали с друзьями на природе, женщина споткнулась, упала, но заверяла всех, что с ней все хорошо, просто новые туфли жмут, поэтому она споткнулась о камень, ей предлагали вызвать скорую, она отказалась. А в 6 часов вечера, когда уже вернулись они с этой прогулки, ее уже не стало. И муж написал в своем блоге о том, чтобы люди не пренебрегали симптомами инсульта, потому что если бы вовремя они обратились к врачу, ее можно было бы еще спасти. Действительно, смертельные болезни подкрадываются к нам незаметно. Человек живет и часто даже не думает, что может быть скоро жизнь его уже прервется. Мы стараемся об этом не думать, потому что если постоянно думать о смерти, можно сойти с ума. Ну и чем поможешь? Ну вот узнал ты вроде бы о том, что ты скоро умрешь. Ну было бы просто, если бы ты нажал какую-нибудь кнопку и вот после этого не умер. Не хочу обидеть врачей, но вы сами знаете, что медицина, к сожалению, далеко не совершенна. И далеко не каждый недуг, даже вовремя замеченный, может быть исцелен. Большинству болезней требуется серьезное и недешевое лечение. Может быть, поэтому люди и не спешат обращаться к врачу. Но ведь в мире все устроено гораздо сложнее, потому что болеет не только человеческое тело. Человек на самом деле болен гораздо глубже и серьезнее. Ведь мир наш не ограничивается только тем, что мы видим. Как бы не хотелось представить это агностикам. Для того, чтобы проиллюстрировать этот факт, вам достаточно посмотреть на меня. Если бы я спросил вас, что вы видите, ну многие бы из вас сказали, что видят Павла Бегичева. И строго говоря, с точки зрения логики, ошиблись бы. Потому что все, что вы видите, это одежда, ну и некоторые кусочки моего будущего трупа. Потому что вы видите всего лишь кожу, эпителий. А, собственно, это и есть уже, вот этот слой кожи уже практически мертв. И со временем я весь буду вот именно таким. Так что пока вы имеете сомнительное удовольствие наблюдать частички моего будущего трупа. И при этом фанатично верить, что за этими частичками скрывается еще что-то большее. Вы верите в то, что я существую. Мы не видим множество вещей, в существование которых мы готовы поверить. Ну, например, любовь. Мы не видим ее, но знаем, что она существует. Известный драматург и актер Евгений Гришковец подметил это в одном из своих спектаклей. Он говорил, когда ты в обычном состоянии читаешь Шекспира, тебе кажется, что Шекспир чего-то уж больно сильно насочинял. Так в жизни не бывает. Но когда на тебя падает любовь, ты читаешь Шекспира и думаешь, а что ты тут на самом деле, он как-то еще и не дописал. Когда мы не видим любви, но начинаем ее чувствовать, мы понимаем, она есть. Точно так же мы часто не видим самое главное в своей жизни. Не видим друг друга, не видим себя, не видим Бога. И однако ради этих незримых реалий мы живем и существуем. И душу свою, кстати, мы тоже не видим. Но ведь иногда происходит что-то такое, о чем принято говорить, болит душа. При этом никакой орган у тебя физически не болит. Нельзя сказать, что у тебя болит сердце, или голова, или печень. Ты не можешь объяснить, и ты можешь пройти обследование и оказаться абсолютно здоровым, но душа болит. Не болят органы. Все хорошо, но болит что-то. И может быть, раньше ты читал великих классиков, которые говорили о вечной тоске. Может быть, ты смеялся, но потом, когда вдруг приходит вот это ощущение, ты понимаешь, они были правы. Человек болен. Придумали компьютеры, расщепили атом, научились пересаживать сердце, А душу лечить так и не научились. Мы изобрели чудо голодания и гидромассаж, а душа все равно на грани смерти. Удовольствия ее не насыщают, не исцеляют. И может быть, кто-то из вас читал Библию и не верил ее словам. Но наступает такой момент, когда вдруг начинаешь верить. Верить в то, о чем говорили древние пророки. И кажется, эти древние дедушки знали, что говорят. Я хочу обратиться к тексту, который записан у пророка Иеремии. За много сотен лет до рождения Христа. Вот что Бог открыл пророку. Лукавое сердце человеческое. Более всего. И крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой. Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду, ибо ты хвала моя. Каждый из нас болен. Болен неизлечимо с рождения. И эту болезнь пророк Иеремия называет болезнью сердца. Конечно, он не имеет в виду орган, который в нашем теле перекачивает кровь. Пророк имеет в виду всю нашу внутреннюю сущность, которую, собственно, и принято условно называть сердцем. И поразительнее всего то, что духовное исцеление возможно и бесплатно. И специалист по этому исцелению всегда готов к операции. Не требуются предварительные записи на прием. Не нужно стоять в очереди на операцию. Не нужно собирать деньги по благодворительным организациям. Нужно только согласиться на врачебное вмешательство лучшего из небесных хирургов. Нам всем необходима операция на сердце, где главным хирургом должен стать Бог. И в этих словах, которые мы с вами сейчас прочитали, в словах древнего пророка Иеремии, содержатся четыре очень важные истины о нашей болезни и исцелении. Во-первых, здесь содержится истина о нашем диагнозе. Давайте еще раз прочитаем. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Мы видим, что пророк говорит здесь о нашем лукавом и испорченном сердце. Еврейское слово, которое у нас переведено как «лукаво», буквально означает неровную или кривую поверхность. Слово «лукавый» означало «обманчивый», «запятнанный». А слово, которое переведено у нас с прилагательным, вернее, причастием «испорчено», буквально означает «больной», «неисцелимый», «неизлечимый». Глагол этот означал сильно болеть, быть больным. Имя этой болезни, которая поразила всю нашу внутреннюю сущность, все наше сердце, имя этой болезни – грех. Писание говорит. «Сокрушен чрезмерно. Кричу от терзания сердца моего». Так описывает ощущение от своей греховности вполне обеспеченный и здоровый царь Давид. Из этих слов мы можем увидеть, что грех поразил всего человека. Мы живем телом, но духом мы уже мертвы. Мы умираем медленно, но неотвратимо. И симптомы греха таковы, что заповеди Божьи вызывают в нас почти непреодолимое желание их нарушать. Человек вообще так устроен, что стремится к нарушению запретов. Представьте себе, вы идете по улице вдоль какого-нибудь забора. Ну и вдруг в заборе какая-нибудь такая дыра. Ну, для российской действительности ничего такого сверхъестественного не происходит. Вы проходите мимо. Ну, мало ли, дыра в заборе. Но если над этой дырой написать большой плакат большими буквами, в дыру заглядывать запрещается. Тогда у вас возникнет непреодолимое желание заглянуть туда, узнать, что же там происходит. Мы устроены так. Нам нравится нарушать запрет. И это симптом того, что в нас живет грех. Наш диагноз еще менее утешителен в свете следующих слов. Посмотрите, лукаво, то есть больно человеческое сердце, крайне больно, крайне испорчено. Крайне – это означает до крайности. Хуже уже некуда. Мы грешны настолько, что дальше уже смерть. Как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия, говорит нам Писание. Мы все похожи на восковые свечки перед огнем. Мы не азбестовые конструкции, мы свечи. И с каждым годом мы все ближе к Богу, и все неизбежнее наша гибель. Воск не может сам по себе превратиться в азбест. У воска нет надежды. Он крайне плавок и горюч. Так же больно наше сердце. И перед святостью Божией мы все истаиваем. У любой смертельной болезни есть несколько стадий. И вот этот текст говорит нам, что мы находимся на крайней стадии. Крайне лукаво и испорчено. И что еще печальнее, мы не можем сами себе поставить верный диагноз. Недаром пророк восклицает, кто узнает его. Другой человек не может поставить нам верный диагноз. Мы сами себе не можем поставить верный диагноз. Любого человека спроси. Слушай, ты ощущаешь, что перед Богом ты находишься в очень опасном состоянии? Ты настолько греховен, что дальше уже смерть? Большинство людей скажут. Да ладно тебе. Ничего подобного я не ощущаю. Ничего подобного я не чувствую. Писание говорит нам об этом. Но сами мы не можем поставить себе диагноз. Поэтому за духовным диагнозом никогда не обращайтесь к психологам. За духовным диагнозом не обращайтесь к политикам. Не обращайтесь за духовным диагнозом к писателям, художникам и музыкантам. Все они, может быть, хорошие люди и специалисты своего дела. Но они видят лишь часть картины. Отблески правды. Все истины им увидеть не дано. Мы часто делаем поспешные выводы, если нам показать только часть картины. Ну, вот небольшой пример. Кусочек надписи. Человек, который взглянет на эту надпись, подумает, что возможно, эти четыре буквы как-то связаны с протоиереем Александром Менем. Хотя, если показать нам полную картину, то мы все увидим, что картинка на самом деле совершенно о другом. Ну, или вот картина, которая обошла весь интернет в свое время. Папа Римский на фотографии получился с такими рожками. И некоторые даже тут же заявили о том, что вот это и есть антихрист. Хотя, если посмотреть на фотографию целиком, то будет заметно, что эти рожки не что иное, как, скажем так, колорадка сзади стоящего священника. Мы всегда судим очень и очень поверхностно, потому что в нашем распоряжении всего лишь часть картины, и только Бог может судить о ситуации полностью. Поэтому вторая истина о том, что происходит с нашим сердцем, касается нашего диагностического центра. Поэтому мы читаем дальше у пророка. «Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Мы видим здесь, что только Бог может поставить нам верный диагноз. Потому что Бог проникает вглубь человеческой души. Бог испытывает нас на наличии вот этой внутренней гнили, «Бог может непредвзято судить о наших делах». О Боге говорит Писание «Ты один знаешь сердце всех сынов человеческих». Простейший тест на нашу греховность дан Богом много тысяч лет назад. И этот тест называется «Десять заповедей». Давайте хотя бы ради интереса пройдем этот тест. «Да не будет у тебя других богов первая заповедь». У человека очень много богов на самом деле. Ведь то, чему ты на самом деле предан в своей жизни, это и составляет твое божество. Многие люди о сигарете вспоминают двадцать раз в день. Хотя о Боге могут вспомнить, ну, может быть, раз в год или пару раз в год. Так кто же настоящий Бог для такого человека? Вторая заповедь. «Не делай себе кумира и никакого изображения». Многие люди сегодня говорят, а у меня свой Бог. Я буду в Бога верить по-своему. И как раз они нарушают эту заповедь. Да, они не делают себе какого-то идола из камня или из дерева или из металла. Но они представляют себе истинного Бога как-то по-своему. А это и есть нарушение второй заповеди. Третья заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Люди сегодня богохульствуют, не стесняясь этого. Упоминают имя Божье в суе. Несерьезно относятся к Богу. А потом сетуют на то, что же это Бог несерьезно относится к ним. «Помни день покоя». Четвертая заповедь. Сегодня не модно отдавать воскресный день Господу. Не модно отдавать Богу какой-либо другой день. Сегодня люди живут для себя. И уж что там говорить о новозаветном стандарте, который предписывает нас всю нашу жизнь, сто процентов нашей жизни отдать Богу. Даже ветхозаветный стандарт – один из семи дней отдать Богу мы не в состоянии. Почитай отца и мать. Посмотрите на дома престарелых. А ведь это позор для нашего общества. Для общества, в котором, по идее, каждый ребенок, придя в совершеннолетие, должен содержать своих престарелых родителей. Сегодня государство взяло на себя эту функцию. Именно оно платит пенсии старикам, но не дети. Сегодня все перевернулось с ног на голову. Сегодня старики пытаются отложить деньги, чтобы помочь своим детям. Хотя Божья заповедь говорит как раз наоборот. Это ты должен содержать своих родителей. Не убивай. Некоторые вздохнут с облегчением и скажут, ну вот тут я не погрешил против Бога. Однако Писание говорит нам, что если ты ненавидишь брата своего, если ты ненавидишь ближнего своего, ты уже совершил убийство. Не прелюбодействуй. Нет такого человека, который хотя бы в мыслях не нарушал этой заповеди. Не кради. Карамзин характеризовал состояние дел в России одним словом. Он сказал, воруют. Не лжесвидетельствуй. Среднестатистический человек лжет до двухсот раз в день. Не завидуй. Каждый из нас завидует. Хотя бы раз в жизни. И Писание говорит, беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет. Наш диагностический центр, Господь, показывает нам, мы все в смертельной опасности. Поэтому самое время перейти к третьей истине. О нашей гибели и нашем спасении. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой. Бог говорит, что у нас есть только два варианта развития нашей болезни. Либо быть написанным на прахе, что означает погибнуть. Либо припасть к источнику живой воды. То есть получить жизнь от Бога. Что значит быть написанным на прахе? Эта метафора в Библии встречается не один раз. Например, говорится, что быть написанным на прахе, это значит жить только этой земной жизнью. Прах ты и в прах возвратишься, говорил Бог Адаму. Это ужасно. Даже если представить себе, что кто-то изобрел лекарство от смерти. Вечность на земле превратится в ад. Об этом очень остроумно написал в свое время Джонатан Свифт. В одном из его путешествий Гулливера вот этот доктор попадает в страну, где очень редко рождается человек, которому суждено никогда не умереть. Эту расу называют стрультбруги. Они не умирают, хотя стареют. После 80 лет они официально считаются умершими, и их имущество переходит наследником. Они вынуждены существовать вечно, беспросветно, поэтому они угрюмы, тщеславны, жадны, сварливы. В их памяти хранится то, что они усвоили только в юности. Проходит 100 лет, и они уже не могут общаться со своими современниками, потому что язык развивается, а они помнят только тот язык, который был в той стадии, когда они родились. Через 200 лет они уже становятся иностранцами в своем родном государстве. Они не могут наслаждаться чтением, потому что память их настолько слаба, что, начав читать одну строчку, дойдя до конца ее, они забывают то, что было в начале, а не влачат вечное и жалкое существование. Быть написанным на прахе – это означает жить только этой жизнью, без радости, беспросветно. Но быть написанным на прахе означает еще более ужасную вещь. Это означает быть обреченным на вечные муки. Посмотрите, в Писании написано – не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Писание описывает вечные мучения весьма и весьма страшными словами. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы и по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Друзья мои, это ужасно. Писание говорит, что грех приводит нас на вечные муки. Некоторые думают, ну неужели Бог настолько злобен, что карает нас за какой-нибудь маленький грех. Ну, например, без билета проехал в автобусе, бац, сразу в ад. Ну, как бы за это же в ад не отправляют. Но все происходит как раз наоборот, друзья мои. Мы думаем, что наши грехи – это причина нашей греховности. А на самом деле наоборот. Это наша греховность, причина наших грехов. Мы грешники не потому, что мы грешим. Мы грешим, потому что мы грешники. Бог карает нас не за симптомы. Бог своей святостью, не волей даже своей, но самим фактом своей природы, своей святости убивает нас. Мы больны. Наша болезнь, как заразная чума, разлагает нас изнутри. Вы ведь знаете, что бывает, если у вас заболел зуб. Любой человек знает, если зуб заболел, его надо лечить. Зубная боль не рассасывается, не проходит сама по себе. Если затянуть с лечением, то будет только хуже. Лучше не будет. Так и с грехом. Мы и на земле-то постоянно мучаемся от угрызений совести. Бывает вспомнится какая-нибудь дрянь такая, что ты сделал в своей жизни, и тебе кажется, ну вот, ну как бы сделать так, чтобы этого не было. И когда это случается, я лично понимаю, это ведь только первый симптом. В аду будет еще хуже. В нас горит огонь греха. Сердце поражено жестоким гноем. Увы, народ грешный. Народ, обремененный беззакониями. Племя злодеев. Сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева. Повернулись назад. Во что возбить еще продолжающие свои упорства? Вся голова в язвах. Все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы. Нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные, не смягченные елеем. Ужасная болезнь поразила нас. Поэтому озеро Огненное – это место мучения людей, которые отвергли исцеление. Это стены, построенные Богом вокруг ужасной инфекции. И если хотите, это последняя милость тем, кто лишил себя всякой милости. Но есть и вторая альтернатива. Есть альтернатива. Что значит источник воды живой, которому призывает Бог припасть нас? Это исцеление, которое придумал Бог. Бог не может привить нам здоровье. Больной гриппом не исцелится, если посетит общество здоровых. Надо убить бациллы. И Бог стал человеком. Бог взял на себя бациллы нашего греха и убил их на кресте. Писание говорит, он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Писание говорит, что Иисус Христос взял на себя наши болезни, и наше сердце Он очистил. И поэтому жертва Иисуса Христа сегодня должна стать дороже всего для каждого человека. Иисус умер за наши грехи. Он забрал все эти симптомы и всю болезнь на себя. И на Голговском кресте наша болезнь была уничтожена. Бог исцелил нас. Он дал нам новую жизнь. И мы начали преображаться. Поэтому последняя истина, о которой говорит здесь Писание, это истина о нашем лечении. «Исцели меня, Господи, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду, ибо Ты хвала моя». Пророк говорит, что каждый из нас должен воскликнуть. «Господи, исцели меня». Это означает, что Ты сам не можешь исцелиться, что Бог может только дать тебе новое сердце. «Дам вам сердце новое, дух новый дам вам. Возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце плотяное». Как Он это сделает? Я не знаю. Я знаю, что Он полностью преображает человека, но это чудо, которое трудно описать. Человек становится новым. «Спаси меня, и спасен буду». Интересно, что Бог обещал, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Не всякий, кто сделает кучу добрых дел, не всякий, кто посвятит себя монашеской жизни, не всякий, кто поступит в семинарию, но всякий, кто призовет имя Господне. Для того, чтобы сердце твое было исцелено от греха, ты должен лишь молитвенный крик произвести из своей груди. «Спаси меня, и спасен буду». Призывай того, кто умер за Тебя на кресте. «Спаси меня, Господи!» Так может воскликнуть только тот, кто понимает, что гибнет. Так может крикнуть только тот, кто понимает, что уже никто и ничто не поможет Ему. Так может крикнуть только тот, кому обрыдала жизнь без Христа. Так кричит только тот, кто видит, что Христос может помочь Ему. А если не так, исцеления не будет. Нет, потому что крик о спасении называется покаянием. Христос не спасет того, кто, знаете, так лениво, позевывая и ковыряя в носу, говорит, да вроде у меня все нормально. Ну, надо же еще какую-то веру иметь. Ну, стану я христианином. Нет, Христос спасает только тех, кто осознал свою нужду в спасении. Слишком уж велика цена. И если ты воззовешь к Богу от всего сердца, тогда Христос спасет тебя, и сердце даст тебе новое. Писание говорит о вашей новой здоровой жизни. Ты, хвала моя, восклицает пророк, спасенный Богом. И пока еще твоя жизнь на земле продолжается, научись почитать в этой жизни Христа. Жить по Его воле. Слушаться Его, так ты сохранишь свое духовное здоровье. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя. Возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Однажды я проповедовал Евангелие на Украине, и ко мне подошел парень один, он рассказал свою историю. Он вырос в семье верующих родителей, и Бог много раз звал его к покаянию. И вот однажды он покаялся в своих грехах, ну потому что надо было это сделать. Все сверстники уже это давно сделали. Я знаю, кстати, одного парня из верующей семьи, они со своей сестрой поспорили, кто быстрее покается. поспорили на 10 приготовлений чая для семьи. И сестра выиграла этот спор. И вроде бы тогда парень сказал, а кается-то уже вроде и незачем, все равно проспорил. Некоторые к покаянию подходят вот так формально. Так вот тот человек, который подошел ко мне, он сказал, я понял, что я вот формально покаялся. И Бог мне это показал. Он купался в речке, и они прыгали с дерева в воду. И он прыгнул очень неудачно и сильно повредил себе позвоночник. И лежа в больнице, он понимал, что, ну, возможно, Бог что-то ему хочет сказать через это. А травма была серьезной. Врачи сказали ему, что на самом деле вряд ли он будет ходить. Но получилось так, он говорит, что я вдруг увидел Божью любовь. Почти 200 человек из моей церкви посетили меня за несколько недель. И все приходили, желали мне добра, молились обо мне. Врачи ходили удивленные. Сосед лежал, мужчина. Говорит, надо же, ко мне вот только жена приходит. Дети даже родные как-то не спешат ко мне прийти. А к тебе, он почти там 200 человек приходил. И что самое интересное, Бог его исцелил. Этот парень подошел ко мне своими ногами. И вот после проповеди Евангелия он сказал, я понимаю, что я, в общем-то, получил кредит от Бога такой, если хотите. Я желаю теперь покаяться и жить с Богом по-настоящему. И надо ли удивляться, что, хотя тело его было исцелено чудесным образом, самое большое чудо произошло в тот момент, когда он пришел к Богу с покаянием. И Бог исцелил его духовную болезнь. Следуйте за Христом. Не будьте неверными. Пусть Христос станет хвалой вашей. Давайте подведем итог. Ты болен духовно и находишься при смерти. И только Бог может спасти тебя. Он умер вместо тебя и готов провести операцию на твоем сердце. Тебе нужно раскаяться в грехе, довериться Христу в том, чтобы Он изменил твое сердце и простил твои грехи. И после исцеления тебе необходимо жить по учению Христа. Иначе ты не сможешь удержать жизнь в своих руках. Я читал в новостях о том, как 60-летняя женщина однажды умерла из-за того, что медики, прибывшие по вызову, захлопнули дверь в машине. Ключи остались внутри, и водитель вышел, главное. И они не могли достать кислородную маску и дефибриллятор для того, чтобы провести реанимацию этой женщины. Но они побоялись разбить стекло в машине. Ну, потому что пришлось бы за это платить. Вызвали другую машину, но время было упущено, и женщина скончалась. Я поразился вот этой беспечности людей. Люди побоялись потерять немного денег, чтобы спасти человеческую жизнь. Некоторые из вас, вполне возможно, сегодня скажут, «Я как-то очень боюсь приходить к Богу. Я боюсь соглашаться на вот эту операцию. Может быть, я что-то потеряю. Но на самом деле ты не потеряешь ничего, кроме греха и своей болезни. А приобретешь очень много. Бог призывает каждого из вас сегодня склониться в молитве перед ним. Давайте сделаем это. Помолимся». «Небесный Отец, Мои грехи превысили все мыслимые пределы. Я знаю, что умру от грехов моих. И мне требуется Твое вмешательство. Спаси меня. Иисус Христос, Я верю, что Ты умер ради меня. Я верю, что все грехи мои Ты забрал на себя. И Ты исцеляешь меня от смерти, вечной смерти и духовной смерти. Дух Святой, Войди в мою жизнь. Преобрази меня. Сделай так, чтобы Моя жизнь изменилась. Я хочу служить Тебе. Научи меня Слушаться Тебя. Я благодарю Тебя, мой Бог, За прощение моих грехов, За спасение от ада и смерти, За вечную жизнь, Которую Ты даришь мне сегодня. Услышь мою молитву покаяния Ради Христа. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok